После 75 лет у человека теряется множество функций, это физиология. Возраст – это не повод вводить какие-то ограничения. Никаких ограничений по возрасту быть не должно, сегрегация. Падает зрение. Да, есть уникумы до 105 лет, да живая, но основная масса стареет. В старости человек может сохранять и зрение, и реакцию, и память. Безусловно, надо ограничивать, но это не сегрегация, как некоторые говорят, а это обыкновенная медицина. Эта программа «Все говорят об этом». Пожилой водитель, 79 лет, сбил на смертью двух человек. Они стояли на остановке, не вписался в поворот. Трезвый, но пожилой. После этого все стали говорить о том, что, может быть, нужно ограничить возраст, когда разрешено вводить машину, средства повышенной опасности. Надо ли отбирать права у пожилых? Сегодня будем решать вместе с вами. Перекресток машиностроителей Донбасской. Водитель иномарки, 79-летний Юрий Бабушкин, инвалид третьей группы, не вписывается в поворот и, не сбавляя скорости, влетает в остановку общественного транспорта. Под колеса попадают трое человек. Остальным чудом удается отбежать. Двое погибают до приезда скорой помощи. Еще одну пострадавшую госпитализируют с травмой головы. Экспертиза опьянения у пенсионера не выявила. Как позже рассказал сам водитель, он всегда ездил аккуратно и раньше не попадал в серьезное ДТП. Однако утром того дня у него прихватило сердце. Несколько лет назад он перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Но врачи не запрещали ему садиться за руль. В студии гости, эксперты, политики. Давайте начинать просто крайне коротко. Надо или не надо ограничивать вождение для людей в каком-то возрасте. Потом мы об этом подробно будем говорить, конечно же. Вячеслав Фегнер. Безусловно, надо ограничивать. Но это не сегрегация, как некоторые говорят, а это обыкновенная медицина. Как бы мы ни хотели, организм стареет, он теряет реакцию, он теряет слух, он теряет зрение. И поэтому, ну даже законодатель ведь об этом говорит, что люди в пенсионном возрасте должны проходить медицинское свидетельство через каждые два года. Надо отбирать права у пожилых. Не отбирать, а вводить в возраст ограничения. Ничего, никаких ограничений по возрасту быть не должно. Сегрегация. Не должно быть. Разделение быть не должно. Мы должны, наоборот, следить за здоровьем наших автолюбителей. Помогать им, содействовать, но ни в коем случае не отбирать права. Екатерина Амедедева, эксперт по ходу за пожилыми людьми. Буду, я очень кратко скажу, потом аргументирую. Я считаю, что возраст это не повод вводить какие-то ограничения. Не надо ограничивать. Нет. Валентина Ипольская, главный геронтолог Сфердовской области. Ну я думаю, что мой ответ очевиден, конечно, нет. Возраст не должен быть условием для того, чтобы человек не мог сесть за руль. Это точно нет. Александр Гришанов, водитель телеканала ОТВ, 67 лет. Как вы себя чувствуете на 67 лет? Очень нормально. А 77 себя представляется? Пока нет. Можете представить себе такое, что почувствуете у себя так, что сами права уберете и скажете, ну все. Конечно. Может быть такое. Надо ли ограничивать права? Нет. Не надо. Срок владения правами? Каждый день. И Николай Зубилов, представитель госавтоинспекции. По вашему мнению, нужно ли в какой-то момент ограничивать права по возрасту? Госавтоинспекция не против того, чтобы пожилые люди управляли у нас транспортными средствами. Лишь бы медицинские работники дали свое заключение о годности так называемой транспортной комиссии. Если человек годен, мы ему обменяем водительское удостоверение, и они дальше будут управлять транспортными средствами. Можно ли, Валентина, можно ли выявить на этой комиссии начало каких-то изменений, которые могут привести к ослаблению когнитивных функций? Безусловно. Я уверена, что это возможно сделать. Причем в комиссию на категории прав А и Б входят три специалиста. Психиатр, психиатр-нарколог и офтальмолог. На категорию С еще добавляются невролог и лор, если я не знаю, отолеринголог, насколько я помню. И комиссия даже из психиатра, психиатра-нарколога и офтальмолога вполне может выявить те нарушения, при которых не надо бы человеку садиться за руль. Совершенно в этом уверена. Екатерина, мы с тобой говорили о деменции, например, в этой студии. Говорили, да. И ты говоришь, что не нужно ограничивать права по возрасту. Деменция – это ведь необязательный спутник возраста. То есть не значит, что... Ты сама говоришь, что рано или поздно всем кукушка прокукует. Рано или поздно, да, но у кого-то там... Сейчас есть люди, у которых в 50 есть признаки когнитивных изменений. Есть люди в 88, у меня есть такие подопечные, которые имеют какие-то ограничения по здоровью, но они совершенно когнитивно сохранные. Ну, то есть возраст – это не тот критерий, по которому можно судить, что человек не может сесть за руль и управлять транспортными средствами. Есть ли некий предельный возраст, когда все равно изменения же происходят возрастные? Происходит предельный возраст, когда для всех все, даже кавказское долголетие не помогает, все, приехали. Евгений, у меня был пациент 105 лет. Он так держал нить разговора на протяжении 10 минут, которые нам с вами, наверное, не удержать. При этом он не пользовался тростью при пересечении обычной местности. То есть, возможно, ему, конечно, приходилось, когда местность пересеченная, как-то себе помогать. Но он достаточно крепкий физический человек. Есть ограничения у нас на содержание алкоголя в крови, так? Да. При этом многие, когда это обсуждали, говорят, ребята, я с таким количеством алкоголя, я вообще трезвый абсолютно. Зачем это вводится? Это вводится за тем, чтобы вот кто-то трезвый, а кто-то нет. Правильно? Ну, да. Логика такая. Конечно. При этой логике, давайте тогда сделаем точку отсечения, когда кто-то 105 и бодер, а кто-то в 90 нет. Например, в 90 нет все. Мне кажется, что это должны быть, ну, то есть, можно ввести ограничения, например, на дополнительные обследования или расширенное обследование психиатра. И мы будем говорить, мы будем дальше говорить о том, что можно сделать. Да, возраст отсечения, допустим, 70 лет. А, Лен, нельзя, нельзя судить по человеку, потому что кто-то и в 40 лет может плохо себя чувствовать. У нас по алкоголю есть ограничения, при том, что человеческий организм индивидуален. Такое внешнее существо, вы понимаете, человек выбирает, вот будет он употреблять или нет, а возраст он есть, никуда не денется. Поэтому, если человек принял решение пить, то тогда не садись за руку. Хорошо, еще аргумент. Давайте посмотрим статистику. Она подтверждает, что проблемы есть, и пожилые водители попадают в аварии чаще, чем не пожилые. Согласно статистике, наиболее рискованные водители в возрасте 65 лет и старше. Причем их уровень риска от стажа не зависит. В каждой десятой аварии с таким водителем из них был признан виновный каждый седьмой. Однако стоит отметить, что водители в возрасте от 60 до 65 лет, имеющие стаж 25 лет и более, все же отличаются более высоким качеством вождения. На втором месте по этому коэффициенту оказались водители, стаж управления которых до двух лет. С увеличением водительского стажа происходит снижение коэффициента виновности во всех возрастных группах. Наименьшие значения отмечены для водителей в возрасте от 25 до 55 лет, имеющих стаж управления не менее 10 лет. Николай, мы правильно интерпретировали, это ваша статистика, откуда ее взяться-то еще, только у вас ее можно взять, то, что пожилые попадают в своей возрастной группе, в процентах, что называется, попадают чаще в аварии. Ну, если верить официальной статистике, то за текущий период, то есть с января по октябрь, у нас совершено водителями 60 до 70 лет 200 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. То есть это, в принципе, на 21% больше по сравнению с периодом прошлого года. Свыше 70 лет у нас 81, 81 ДТП. Но их самих-то меньше, свыше 70. Если мы смотрим в процентах, то получается много, что мы и показали. Ну да. Валентина, а как мы меняемся с возрастом? Ну, с возрастом мы становимся старше. Вы понимаете, старость – это не болезнь. Это определенный период, до которого мы все с вами здесь сидящие доживем. Если повезет. Да почему же везет? Давайте надеяться на лучшее. Двум пассажирам, которые стояли на остановке, вот и мне повезло. Ну, вы понимаете, это вот в этом конкретном случае. В старости человек может сохранять и зрение, и реакцию, и память, и возможность реагировать на происходящее. Вообще-то есть и скоростной режим, и есть правила дорожного движения. А вообще этот участник ДТП, который совершил такой наезд, он, в общем-то, ведь нездоровый человек. Сразу отмечено, что у него и шунтирование, и у него и инфаркт, и миокарда – это риски ускоренного старения. Поэтому для такого вот рода людей, таких водителей, возможно, и совершенно право было предложение. Давайте один раз в три года их освидетельствовать. Или каждый раз, кто перенес инфаркт, или такая огромная операция, как шунтирование. Вопрос в другом. Я сейчас только что зашел в интернет, где вот такая куча предложений, справку за 15 минут. Ничего с вас не надо, приходите, только деньги платите. Давайте этот вопрос к врачам, когда обратим. Мы сейчас не только обижаем пожилых, и сейчас и врачей обижаем. Но мы сейчас не об этом будем говорить. Мы не обижаем врачей. Валентина, я понимаю правильно, что все-таки в целом в среднем реакция ухудшается. Когнитивные функции увядают. Возможно, в целом и в среднем. Но давайте мы будем проводить медицинское обследование. Давайте мы медикам дадим законодательных правах. Ваши возможности. Давайте бороться. Мы и ограничили этот возраст. Нужно и с возрастом бороться. Нужно бороться. Прежде всего, с содержанием вот этой проблемы. Возраст не влияет. Но давайте честно согласимся с возрастом. Организм стареет. Еще раз говорю, падает зрение. Да, есть уникумы, до 105 лет доживают. Но основная масса стареет. Зрение становится хуже. Вячеслав, у нас есть атомология. Даже критичное отношение к себе теряется. Хорошо, критичное отношение к себе смотрит психиатр в комиссии. Екатерина хочет сказать что-то, но не может. Евгений, есть... Дадим Екатерине сказать возможность. Важных профессий. Екатерине дадим, об этом тоже поговорим. Сейчас Екатерина скажет. У меня есть случай, когда у самой родственники получали права, получали справку. Им говорили, ну все, встретимся через 10 лет. В возрасте 85 лет. Он должен проходить медицинское свидетельствование. Но права ему продлевают на 10 лет. И дальше он это медицинское свидетельствование не проходит. То есть тут проблема не в том, что врачи не досматривают. Хотя, да, правда, можно получить справку за 15 минут. И мне кажется, что для определенной группы людей с определенного возраста нужно делать не просто там состоит он, наблюдается он у психиатра или не наблюдается, а нужно проводить более широкое тестирование как раз на когнитивные функции. Медицинская комиссия должна быть привязана к правам. То есть есть у пожилого человека 65 плюс права. Давайте законодательно привяжем к такому возрасту освидетельствование раз в 3 года. Ну, в 2 года. После 70 можно и раз в год. Ну, смотрите, мы зафиксировали, что проблема есть. И через минуту об этом как раз и поговорим. Что делать с пожилыми водителями? У нас верхний предел возраста, когда можно водить машину, не установлен. В других странах к пожилым водителям установлено особое отношение. Пожилой европеец вправе обменять свои водительские права на бесплатный проезд в общественном транспорте. При отказе срок владения правами снизится до 5 лет, а их продление возможно после медкомиссии и сдачи теста на знания ПДД. Если пенсионер завалит экзамены, то его принудительно лишат корочки. В Японии более гуманный подход. Пенсионеров обязывают платить повышенные страховые взносы, а на их автомобили ставят умную систему торможения и яркую маркировку. Американские автомобили также обладают системами активного торможения и камерами кругового обзора. Но сможет ли российский пенсионер позволить себе такие машины, остается под вопросом. Ну вот смотрите, есть особое отношение к пожилым водителям в других странах. У нас его нет, у нас ко всем одинаково, правильно я понимаю? Ну вот у нас такое равноправие. Александр Григорьевич, нужно ли как-то ограничивать возраст, когда можно водить машину по-вашему, как профессиональный водитель? Я вас об этом спрашиваю. Нет, не нужно. Не нужно, почему? Потому что человек себя чувствует каждый раз в своем возрасте. Один бодро, другой чуть иначе. Я считаю, что ограничение ни к чему. Но вы же видели наверняка, как все мы, пожилых людей, которые слегка не в себе. Есть. Ну ему же не надо водить. Ну не то, что не надо, может в этот период, вот такой растерянный, а остальное как-то нормально водится. Давайте врач будет решать. У профессиональных водителей ведь все просто. У них есть выпускающий медик на линию. То есть все профессиональные водители, прежде чем сядут за руль утром, они обязаны пройти выпускающего врача. Таксисты нет. У таксистов это пока еще не заработало. По-моему, работает. Нет, не заработало. Нет, не заработало. Они как бы обязаны это делать по федеральному закону безопасности дорожного движения. Но, к сожалению, не все. Более или менее таксопарки, которые следят за дорожной безопасностью, это да, это проходит. У нас и на права должны проходить освидетельствования каждые три года. Но кто это делает? Не три года, а раз в десять лет. Раз в десять лет, да, пока. Раз в пять лет и раз в два года. Справка длится всего три года. Почему вы привязались к десяти лет? Еще раз говорю, раз в пять лет и раз в два года. Откуда пять лет? Откуда пять лет и два года? Нет, справка сейчас выдается в медицинской комиссии на год. По приказу Минздрава 1408. То есть на год она выдается, и все. Но срок действия водительского удостоверения в госавтоинспекции выдает на десять лет. Это по постановлению правительства. Десять лет? Это удостоверение, говорю, а есть срок жизни справки, и человек обязан проходить. Вопрос в дом в том, что... Да не обязан он проходить медкомиссию между правами. Она не работает, дальше эта справка. В принципе, здесь есть, может быть, некий... Нужно ли проходить медкомиссию между правами? Получением прав? Нет. Нет. Ну вот нет, говорит нам профессионал, полицейский, говорит нет. Антон, почему ты считаешь, что не нужно ограничивать возраст управления автомобилем, при том, что, ну вот, мы видели, с чего мы начинали. Ну, человек был трезвый. Человек, ну, явно просто потому, что вот слегка уже немножко не того. Так не согласен, и убил двух человек. Я не согласен, потому что в начале репортажа было сказано, что человек почувствовал себя плохо и сел за руль. А что, если человек в другом возрасте почувствует себя плохо и сядет за руль, этого не произойдет? Не произойдет, потому что у него есть критичное отношение к себе, понимание организма. Нужно ограничивать невозраст, когда-нибудь на дороге вы видели экстремальное вождение. Именно по отношению, если здесь не может быть человеком. Моженические действия в отношении пожилых все более и более развиваются. Атон, сейчас я буду просто поменять по очереди. Сейчас будет по очереди. Вегнер говорит. Вегнер говорит. Я еще раз говорю. Человек менее критично относится. Поэтому еще раз повторю. Количество преступлений сегодня в отношении пожилых растет с каждым годом. Потому что они на веру воспринимают. И они себя воспринимают. Понимаете, может быть здоровым. Час назад он был здоров. Это нужно не запрещать. Вегнер говорит, хорошо. Сейчас безденежный говорит, хорошо. Твои аргументы. Повторюсь, что необходимо не запрещать, а регулировать. Мы должны создать условия, при которых пожилой водитель проходит в определенный промежуток времени обязательно привязанно к правам процедуру медицинского осмотра, расширенную. Чтобы действительно было убеждено. Да, действительно, здоров. Пусть ездит. Вначале раз в пять лет, потом раз в год. Услышали. Вячеслав, какой возраст считается критичным? Ну, я считаю, 70-75 лет это достаточно уже критичный возраст. Когда человек первое до 75 должен каждый год проходить обследование. А после 75, я считаю, что этот возраст уже для того, чтобы завершить свою деятельность как водитель. Еще раз повторяю, у нас есть список даже профессий. Вы можете посмотреть, где запрещено, законодательно, например, быть пилотом того же самолета. И мы понимаем, почему. Еще раз говорю, скорость принятия решения, скорость реакции на то или иное изменение. У человека пожилого оно другое. Он не успевает. Я просто, чтобы мы все услышали. По мнению Вячеслава Вегнера, 75 лет это предельный возраст для вождения. Для того, чтобы водитель был за рулем. Вел машину, средства повышенной опасности. Если хочет он, да, можно быть определенная комиссия, которая скажет, ну да, есть у нас уникамы, которые... Ну президент же у нас не 65 лет на госслужбе, а дольше, правильно? Скорость принятия решения у него, наверное, низковато. Подождите, дело ведь не в скорости. Вот вы сейчас хорошо опять передернулись, манипулировали. У него совершенно другие задачи, которые требуют достаточно хорошей аналитики, знаний и обобщения. И да, водитель быстро реагирует на дороги, моментально надо принять решение. Если мы ограничим 75, то сколько каждый из нас будет сидеть за рулем еще? Это пояснилось через несколько раз. Ну я еще... Сколько тебя еще водили в неделю, мочи полу раза. Так это да. Еще успей помнить. Да что толпы от вас отворчивать. Вегнер предложил в 75 лет отбирать права, правильно? Ограничивать, да, безусловно. Ограничивать. А который мы начали, когда водитель в 79 лет сбил насмерть двух человек, прокомментировали в интернете. Еще с утра сердце прихватило и все равно сел за руль. Ну мозг ведь не отключился. Дедушка, ну зачем вы поперлись? Отобрал права и ключ от машины у отца 72 лет после третьей аварии за год. Ничего, неделя истерик и папа привык. За этим врачи должны следить на комиссии. Но все же знают, что там за комиссия. Когда этот дачный сезон открывается, я каждый день еду в потоки с пенсионерами. И считаю, что нужно у некоторых уже забирать права. Они в электричках и автобусах ужас что творят. Едешь будто в палате психушки, а этот хрен на машине в пробку полез. Какого черта? На работу не надо. Чего они все время прутся, когда рабочий народ едет? Итак, предложение Вегнера. В 75 лет отбирать права? Ограничивать. Что это значит? Это значит, после 75 лет, если есть у нас уникумы, специальная комиссия медицинская свидетельствует и говорит, да, вот уникум может ездить. Но я считаю, что после 75 лет у человека теряется множество функций. Это физиология. Ну тогда это просто медкомиссия, которая забирает эти самые права. Человек не проходит комиссию, если какие-то изменения есть. Если нет, нормально все, пускай ездит. Но видите ли, я бы все же пошел по ограничению 75 лет. Почему? Потому что еще раз говорю, сегодня те медицинские комиссии, которые за 15 минут выдают справки, ну они так и будут. Вот сейчас нам говорят, ой, давайте глубоко будем изучать его и так далее. Ну кто этим будет заниматься? Чего вы с другой планетой что ли? Мне кажется, что у нас самый главный врач, который сидит здесь на передаче, это господин Вегнер. Потому что он столько апеллирует к медицине, а я стесняюсь спросить, у вас высшее медицинское образование? Нет, у меня большой опыт общения с людьми, в том числе пожилого возраста. Вы знаете, у нас у всех здесь большой опыт общения с людьми. И есть такой медицинский термин, который сейчас вообще во всяком случае в медицинской общественности Российской Федерации очень... Вот так же, как, допустим, Чернокожего назвать негром, понимаете? Называется эйджизм. Это дискриминация по возрасту. Я негра называю негром, а вот когда вы начинаете вот эту холастику какие-то перекидываться словами... Вы сейчас бесконечно штампуете, вы навешиваете ярлыки. Валентина, Валентина, я вас считаю правыми, потому что вы идете в заблуждение. И согласны с тем, чтобы в определенном возрасте... Тут здесь ярлыки развешивают, это запрещают. В определенном возрасте чаще проходить комиссию. Ну вот у меня такое как бы предложение, я думаю, конструктивное, без вот этих вот всех эмоций и запретов 75+, сесть нормально на согласительную комиссию с представителями ГИБДД. И привязать, допустим, у человека, который вступил в пожилой возраст, ну 60+, хорошо, пожилого 60+, давайте права привяжем к медицинской справке. То есть человек 60+, права выдаются не на 10 лет, а на 3 года. И в это же время он должен раз в 3 года проходить комиссию. И потом, конечно же, есть нарушение и памяти, есть нарушение когнитивных функций и внимания. Но оно, Евгений, есть в проценте. Допустим, там от возраста 60-75+, в 10% случаев у пожилых людей есть эти явления. 75-85% в 20% случаев. Но, повторяю, это процент от популяции пожилых людей. Это никак не стопроцентная эмоция. И оно, как правило, связано с другими заболеваниями, которые точно так же с возрастом, процентное соотношение людей. После 75 можно ежегодно сделать, чтобы вы проходили. То есть после 60, вы предлагаете, после 60 проходить медкомиссию и менять права раз в 3 года, а после 75 раз в год. Вы согласны с этим, как представителем ГИБДД? Как вам идея? Возможно, в принципе, есть доля правды. В этих рассуждениях. Но это на законодательном уровне все это делать. О чем мы все и говорим? Тем более, что это еще... Это же огромное позитивное степень. Александр Григорьевич, как вам это предложение? Не кажется дискриминацией? Нет. Нет, все нормально. Вы готовы проходить... Каждый год. Даже каждый год готовы? Хотя предложили каждый год. Это после 75-ти, вам еще далеко за этого? Мне кажется, что мы таким образом еще и сможем повысить уровень диагностики. Диагностики, конечно. Направление давать сразу. Да, потому что у нас люди просто... Чем раньше мы узнаем о том, что у человека есть когнитивные изменения, тем больше мы будем делать. Вы возьмете дополнительно такой огромный объем, первое, врачей для обследования, второе, у нас их так не хватает, второе, вот как только вы сказали ежегодно, а я хочу обратиться к вам. За справку ведь платить надо будет каждый год. Нужно создавать условия, я согласен, нужно создавать условия. Почему люди будут долго покупать бензины и обслуживать машину, тот заплатит за справку, какие проблемы? Вячеслав, сама идея, если себе представить, что решены проблемы, работать надо над этим, а не запрещать, как это раньше было. Никто не запрещает, мы говорим, что надо ограничивать, прежде всего, возраст. Нет, гораздо проще сделать и запретить. Для определенной категории, потому что у нас уже есть в отношении определенных профессий ограничения... Вячеслав, только что поступило предложение. Я знаю. Если себе представить, себе круглого пенсионера в вакууме, который готов проходить раз в три года, потом раз в год, у него есть на это деньги, ну потому что машина же у него есть, за бензин он платит, колеса меняет. Представить себе, что у нас медицина тоже круглая в вакууме, и там все работает, и есть врачи, чтобы проводить обследование. Вам нравится это предложение? Предложение вполне жизнеспособное для того, чтобы... Но мы тут с вами тут же наделяем ГИБДД определенными функциями. Они сейчас должны, первое, останавливать, проверять справки. Кстати, сегодня ведь не запрещается им проверять, но они не проверяют наличие той или иной справки. Ее срок действия и так далее. Послушайте, у нас пенсионный возраст постепенно увеличивается. А сколько у вас свой комплект процентов 60? Это просто планомерная работа, соглашусь с коллегой. Не предусмотрено при выдаче водительского удостоверения. Раньше было законодательством предусмотрено, что мы вносили запись определенного водительского удостоверения, что в особые отметки при наличии медицинского заключения. У меня было написано очки обязательно. Хотя уже были контакты и линзы во все. Инспектор ДПС останавливает, водительского удостоверения видит, он просит, соответственно, у автовладельца, покажите, пожалуйста, медицинское заключение. Сейчас это не предусмотрено, и эта запись не регламентирована. Хорошо бы это сделать снова, по вашему мнению профессиональному? По логике вещей, да. И тут же родим определенную коррупцию. По сути, выбираем, либо человек вообще не будет водить, если мы вводим, как предлагаю, вводить 75 отсечения, либо у человека будет возможность сходить просто на исследование. Ну, то есть он не сможет, да, у него права закончатся либо совсем навсегда, либо он сможет потратить там какую-то сумму денег. Послушайте, пять специалистов. Что такого? Если сейчас у нас очень много медицинских комиссий, да бога ради, пусть они существуют, они, по крайней мере, оправдают свое существование. Так они сейчас рекламируют, зазывают, а так они просто будут знать количество людей, которые к ним приходят. С вашей помощью мы договорились о том, что было бы хорошо установить для людей определенного возраста более частое прохождение медкомиссий. Безусловно. И если он проходит, то пускай вводит. Вообще пусть вводит, конечно. А если не проходит, тогда до свидания. Ну, извините, да. Все согласны, кроме Вячеслава Вегнера? Механизм реализации. Разрабатывать надо его. Да есть сегодня. Идумывать. Вы либо не слышите, либо хотите не слышать. Еще раз, как только отсюда выйдите, возьмите постановление, где прописано, раз в два года они обязаны проходить. Обязаны проходить. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, что вы думаете про ограничение возраста вождения автомобилей. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом. И смотрите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok